Ну а нам предстоит спуститься по этой грёбаной лестнице. Почему грёбаная? По лестнице? Спорт? Наше всё. Да, спорт. После вчерашнего спорта у тебя пульс зашкаливал, Танечка. Вы видели когда-нибудь, как растёт киви? Киви растёт. Вот так. Даже вот такие щитки здесь сделаны наподобие лодок из стеклопластика. Ой, блин. Стащили киви. Вот такой маленький киви. Небольшой лайфхак. Если кто-то не хочет платить на автостанции за пописить. Холодно, прохладненько так достаточно. Солнышко ещё только поднимается, ещё не прогрело. Гейт восьмой. А у нас появился на шестом. На шестом, да. Да, два раза дешевле получился, нам сэндвич обошёлся. То есть мы взяли два сэндвича с таким, каким-то мясом, да. Это что за малая белая? Кошмар какой-то. Ничего не работает? Потому что самолётов нет. Так, что делать? А-а-а! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня такое прекрасное утро. Холодно, прохладненько так достаточно, солнышко еще только поднимается, еще не прогрело. Вот такой шикарный вид. Офигенский звук, тут птичник какой-то, птицы поют, слышите? Ну а нам предстоит спуститься по этой гребаной лестнице. Почему гребаной? По лестнице? Спорт? Да. Спорт? После вчерашнего спорта у тебя пульс зашкаливал, Танечка. Зато быстро восстановился. Ну это хорошо. Ой, смотри какие птички. Слушай, спуск вообще живописный. Ночью как-то не так все было, было немножко даже жутковато. на самом деле обалденно. О, бугенвеля, смотри какой цвет интересный. Мне кажется это стандартный цвет для бугенвеля. Нет. Я почему-то видел, я обращал внимание на красный, розовый, а вот такой вот я еще не видел. Смотри мандарины или апельсины. касты и птички птички. Ну вот! А, кастя, кастя! Кастя! Такие щитки здесь сделаны наподобие лодок из стеклопластика ой блин кошмар теперь палец блестящий такой мандарины посмотри у всех мандариновые деревья настолько радует глаз при солнечной погоде ноль облаков и мандарины и оранжевые такие красивые как растет киви киви растет вот так я никогда не видела у нас шок у нее шок у меня тоже кстати можно как-то струхнуть парочку ягод для пробы вот это вот офигеть картофель прямо вот так любовь природы мы медленно приблизились этой живописной бухте дубровника кстати было символично увидеть пришвартованную караку детстве я сделал такой корабль из бумаги по чертежам взятых моделистей-конструкторе был такой журнал кто помнит наверное все знают что у христофора колумба была санта-мария это трехмачного каракта подпишись на канал м м м м м Попутно мы провели конкурс на самую смешную рожицу. А какая вам больше понравилась? Пишите в комментарии. Но пришли мы сюда не просто так полюбоваться, а купить билеты на завтрашний автобусный рейс до аэропорта Дубровника. И купить каких-нибудь продуктов в магазине Кунсун. Из интересных продуктов мы купили сладководную рыбу за 17 кун. Это 170 рублей. Капустные кисели. Присматривались еще к Ослику безглауму, но нам как-то название не понравилось. Небольшой лайфхак. Если кто-то не хочет платить за туалет, за туалет, за пописить. Пожалуйста, можете воспользоваться портом. Он находится в 100 или 200 метрах от автостанции. И тут все совершенно... Напротив отеля Петька. Да, напротив отеля Петька. Кстати, мы живем вон в том домике на горе. С каким весельем и озорством мы спускались по этой лестнице. Мужчина что-то несет. Он не знает, что надо будет с этим подниматься. Глядя, нормально? Пульс-то мерила? Нет. Не хочешь? Нет. Удивиться? Ой, да вот ты что. Да ладно. Да ладно, ну перестань. Перестань. Ну ничего так. Тренировочка. Хочется всего один раз подниматься по этой лестнице. Мы прощаемся с этим местом, с этим прекрасным домом, который нам был реальным домом на эти две ночи. Мы едем на автобусе до аэропорта Дубровник. Далее мы летим на самолете в Риеку. Вот, фиг найдешь первый автобус. Потому что тут было написано 11. 11. 11 его. Гейт 8. А у нас появился на 6. На 6, да. Великатий, да, да? Да. Ох, да. Вот мы и приехали. Дорога на автобусе. Вот на этом отъезжающем за нами. Заняла всего 30 минут. Сейчас половина. Половина 11. Пустота. Пустота, говорю. Вон, кофеварка есть. На втором этаже. Так, что у нас там? А, ну вот посмотрим. Да, привет. Риека. Николай, не чеки нет. Угу. Риека. Пошли поесть, мы купим кафешку. Такое-нибудь кофе с хлебушком. Итак, мы немножко проголодались. Столовый, ой, столовый, кафе. Кафе в аэропорту. Продают кофе, круассаны. Кофе мы пили утром. А нам бы мясо. А нам бы, ей бы мясо, да. Мне бы тортик, тортик. Вот. Сейчас нашли по гуглу, по картам магазин. Там какая-то кафешка есть. Вот идем на разведку. Потом, если что, вам расскажем. Стоит туда ходить или не стоит. Потому что ждать нам еще часа три, да. Ну, в 13.40. А сейчас времени без пяти одиннадцать. Почти три часа. Почти три часа, да. Пеем. Проголодаться второй раз. Мы добрались до этого магазинчика всего за, ну, 15 минут, наверное. Пешком. По дороге. Мясо, мясо. Мясо, тортик, тортик. Магазинчик называется Дисконт. Харема? Харема? Нет, там Супермарк. Харема, да, Супермарк? Нет, нет. А то я же думал, может быть, тут оденемся вместо мяса-то. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Супермарк, да, Супермарк. Посмотрим. В принципе, здесь есть все. Еда и одежда. Какой сельповский, да? О, бутерброды. Нет, нарезка просто. Все, прибыли. Да, два раза дешевле получился нам сэндвич, обошелся. То есть мы взяли два сэндвича с таким, каким-то мясом, да? Ну, с сыром и мясом. Вот, потом мы взяли мейн-эйзика чуть-чуть. Таким упаковочком. Она стоит одна хуна плюс-минус. В аэропорту такого бутерброда стоило 38 кун. Один. А здесь мы купили два за 30. Вот так вот, ребятки. Не зря сходили. Так что рекомендую. Кстати, мы еще взяли в самолет миндаль. Немножко 100 грамм. Обошлось нам 100 грамм. 8 кун. Ну, я буду говорить в кунах, а вы умножайте на 10. Сейчас, кстати, курс... Если нужно в рубли перевести. Да, если нужно в рубли перевести. Сейчас, кстати, курс рубля повысился. Так что, наверное, даже дешевле. Ну, я для себя, для ориентира беру просто на 10. Умножаю и понимаю, что мы взяли миндаля на 80 рублей. Вот, 100 грамм. Так что, не пропадем с голоду. Если вы пойдете пешком по этой дороге, а тут дорога только одна, и она для автомобильного транспорта в основном, вот, то обязательно идите по левой стороне дороги навстречу идущему транспорту. Зарегистрировались на рейс. Какая там... А, фри, свободная. Свободная, да. Курить можно. Не переноси. Но, написано. Вот, зарегистрировались на рейс. В общем... А, это гейт 21. У нас 21 гейт. И сказали, что абсолютно любое место занимайте. Что за самолет вообще? Автобус. Да, кстати, было два билета всего. Не всего. Не всего. Оставшиеся. Нет, билетов много будет, но мы покупали последние два билета. Два билета, да. И все, больше потом билетов много будет. Все, мы сейчас... А где мальчики? Так, где мальчики? Вот там девочки. А здесь мальчики. Так, ну ладно. Я закрываюсь. Ой. Прошли контроль. Проверили наши рюкзачки. Сейчас мы поднимаемся. Сейчас, наверное, мы даже увидим этот самолет. По-моему, я увидел этот самолет. Вот он, друзья мои. Наверное. Это настоящий, кстати. Не модель. Это планер. Понимаешь, все работает. Рычажок там. То есть, его вот так вот разгоняют. И он планирует. На, Петьке. Понеслить. Короче, сели в шаттл. До сих пор. Все переживаем. Что за самолет такой будет? Вот. У нас такой ключистый. Доброе утро! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Длина чуть больше полкилометра Мы летели на высоте 3000 метров над уровнем моря, если верить альтиметру в моих часах А телефон ловил сотовые сети Но нас не предупреждали, что нужно отключать телефон И я делился впечатлениями с друзьями, посылая живые фотографии прямо в наш инстаграм Кстати, предлагаю подписаться на наш инстаграм Потому что там всегда стараемся выкладывать самые интересные моменты до монтажа видео Взлёт и посадка на таком самолете была мягче, чем все взятые посадки, которые я помню Так что взятые пакеты для критичных ситуаций при укачивании нам не пригодились Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...